В спортивной программе Универсиады 2013 числится ни много ни мало 27 дисциплин, но все это будет летом. А в прошедшие выходные столица Татарстана приняла у себя немного другое соревнование. Проходило оно не на спортивных объектах, а на виртуальных полях сражений. 300 действий в минуту. Один из крупных киберспортивных турниров на территории СНГ по игре StarCraft 2. Проект Клик Шторм совместно с компьютерным клубом Баттл Холл представил игрокам со всей России возможность принять участие в казанском турнире, дабы встретиться лицом к лицу с профессиональными геймерами и побороться за денежный приз. Задача сплотить игроков вокруг компьютерного спорта по компьютерной игре StarCraft 2. Это как шахматы, но в реальном времени. Игроки совершают до 310 в минуту. Игра очень интересная, сложная. Развивает такие навыки, как реакцию, упорство. Надо сказать, что компьютерный спорт довольно сложный. Чтобы наравно тренироваться, приходится совмещать учебу, с работы вытравить время. Приходится тренироваться по 8, даже по 12 часов в день. Профессионал получает за это деньги. Зарплата по результатам на турнирах, по рекламе, которую они дают. То есть они делают трансляции в интернете, их там смотрят по нескольку человек одновременно. Для игрока, который, допустим, входит в топ-10 России, можно сказать, что это минимум 10 тысяч рублей в месяц. В современном обществе профессиональных игроков считают людьми, которые живут только игрой. Однако все это давно уже приевшиеся стереотипы, ведь электронный спорт дает множество возможностей. Это и путешествие по миру, и неплохой заработок, и способ познакомиться с интересными людьми. Поначалу относились все негативно, но после того, как это стал давать какой-то уже доход заработок, то есть там поездки по миру, еще что-то, уже стали положительно относиться, поддерживать всячески и помогать. Во-первых, нравится играть, но во-вторых, да, то есть материально получается, что удается этим зарабатывать какие-то деньги. То есть еще, когда я начинал с Варкрафта, там было с этим тяжело, потому что зарплаты низкие были, и вообще как-то не особо публике это интересовало. Но сейчас очень много турниров можно посещать, плюс это развито как бы на профессиональном уровне, то есть платят игрокам зарплаты. Азарт, страсти среди игроков и зрителей, борьба, победители и проигравшие. Участники киберсостязания разъезжают по разным городам и странам. Все это позволяет им называть турниры киберспортом и мечтать, что он станет официальным видом не только универсиады, но даже и олимпиады. Субтитры создавал DimaTorzok